Салям до стар, с вами Вероника и сегодня я снимаю на свою старую камеру, поэтому качество может быть немножко похоже. Как обычно Димаш, финал, мы дождались и уже, если честно, начинаются спойлеры, то что на самом деле он занял второе место и честно я расстроилась, вот серьезно, я не ожидала конечно такого поворота событий, очень надеялась на первое место, но теперь я хочу посмотреть именно самое поступление, уже решить для себя все-таки чего он именно достоин, какого именно места. Поэтому надеюсь вам понравится моя реакция, будем смотреть и вместе плакать. Начну смотреть и раз, два, три, поехали. Детей, блин. Уф, я чуть... Когда начали петь дети, мне просто вот именно по правой ноге, так просто такая волна пошла, я такая сижу, думаю, блин, это нереально. Уф... Он вытянул ноту, он... Не знаю, как зовут ту девушку, ну, с которой он пел, но она не смогла, он вытянул ноту и в конце просто... И вот дыхание тут... Даже это было слышно, это нереально, серьезно. Блин. Я не знаю, но второе место просто... Ну, ни за что его. Я все в видео, все реакции говорила, что ему должны дать первое место. Я не понимаю, почему ему дали второе, зачем, как так, из-за чего это произошло вообще. Мне как-то писали комментаторы, да, я прекрасно это помню, что комментаторы писали, что Димашу китайцы не дадут первое место. Теперь вот я понимаю, что, блин, все-таки это шоу-бизнес, и везде, блин, все куплено, вот... Нет, это бесит, серьезно. Не знаю, кому дали первое место, мне, в принципе, это неинтересно, но посмотреть Димаша и поняв, что... Ой, кому дали первое место, мне это, в принципе, неинтересно, но смотря на Димаша и поняв, что у него второе, я такая, что, как, почему вообще... Финальная песня, да, может быть, как бы чуть-чуть не его стиль как бы не подходит ему, но... Ну, блин, я знаю. Просто огромное, конечно, спасибо организаторам этого шоу, да, китайскому телевидению, то, что они все это сделали, сняли, то, что Димаш вообще туда, в принципе, поехал, был приглашен там, не знаю, да, все это очень круло, потому что Димаш прославился на всю, на весь мир, его узнают везде уже, да. Да, прославился на весь мир, это, как бы, благодаря именно этому телевизионному шоу, скажем, да, им Сингер. Ну, вот это вот несправедливость, серьезно, она меня иногда раздражает. Ну, как так можно? Он же выигрывал, он же лидировал по всем смысле этим. Он всегда лидировал. У него было, конечно, третье место, но, как бы, в принципе, он всегда в зачетных ретях, он лидировал, он был на первых местах. За что ему дали второе место, почему, что за несправедливость, я этого, честно, не понимаю. И огорчена этим... Ну, нет, я не знаю, но... Как? Как можно... Уф... Покажите мне, кто... Кто гнал второе место, я его прибью так... Серьезно. Не знаю, как фанаты там, но... Не, ну, это неправильно, это нереально, я не знаю, как еще сказать. Это несправедливо, во-первых, потому что он всегда шел впереди. Его все признали, те же самые китайцы его признали, и потом ему дают просто второе место. Что? Как? Зачем вообще? Как меня это бесит, да, вот... Кто бы знал, как меня вот это вот раздражает, что вот так вот люди вот так вот себя ведут. Не, я не знаю, я не знаю, что сказать. Меня просто начинают бомбить серьезно. И это нереально. Второе место. За то, что он, по сути, блядь, прославил шоу, да, это шоу, может быть, было популярно только именно на китайском телевидении, там, среди Азии. Но благодаря Димашу, Димаш, во-первых, сам прославился, благодаря Димашу прославился это шоу. И больше просмотров начали смотреть из других стран, люди, прямые трансляции, грубо говоря, включая, даже тот же самый Казахстан. Вы, мои подписчики, как бы вы весь Казахстан начали смотреть это шоу только из-за Димаши, по сути, оно только поэтому даже прославилось. И несправедливо давать второе место. Я не знаю, но мне, честно, это не нравится. Проводить такие конкурсы, приглашать певца туда, заграничного певца, так скажем, да, иностранца даже, пусть так, приглашать туда другого певца и так выступать. Хотя, да, конечно же. Как мы можем другому певцу дать первое место, он же с другой стороны, мы лучше своим дадим, бла-бла-бла. Нет, нет, я не знаю, что еще сказать, серьезно, у меня просто бомбит. Где, возможно, было бы я бы толк на это, не знаю, в Твиттере бы хэштег какой-нибудь вывела, везде бы вывела хэштег, чтобы китайцы не правы так. Но это некрасиво, это не делают, не знаю, это мое мнение. Не смотрела других исполнителей, мне они неинтересны, мне неохота на них смотреть. Но я, конечно, рада, что это второе место, а не третье или там четвертое, как бы мы вообще могли дать. Несправедливость, вот, серьезно, несправедливость, она вот прям тонкая грань, это несправедливость, я прям чувствую. Везде всегда так, на каждом шоу всегда так. Везде. Находится любимчик, и все, и любимчик убеждает. Везде деньги, все, все видео куплено, я вот давно к тому же убеждаю. И это всегда так было. Поэтому, что удивляться, как бы. Но мы с вами, мы с вами, Талант Димаша все-таки возводим, как говорится. Да, и надеюсь, как бы, после шоу, шоу его популярность не упадет. Он будет везде первым. Также о нем будут новости, имею в виду, как бы, чтобы он после шоу не пропал резко, потому что пощения к нему все-таки не было. Будут также, наверное, какие-то ролики выходить. Выступления, скорее всего, да, те же, тот же самый, мой Бустоянский базар там будет, еще что-нибудь. Поэтому насчет Димаша я сходить, я с ним буду приостанавливать. Конечно, насчет него буду еще снимать. Поэтому вы тоже, пожалуйста, смотрите. Надеюсь, я не знаю, вам понравилось это реакция, это я была не реакция, я не знаю даже, что это назвать. Потому что меня серьезно бомбит, и я пока не стала тут матом ругаться, извиняюсь, да, мне может даже так, даже может так выйти. Пока я не стала матом ругаться, я лучше закончу все и спокойно пойду попью водички и успокоюсь, как говорится. Если вы тоже не согласны со мной, пожалуйста, ставьте лайки. Не знаю, там придумать надо какой-нибудь хэштег, что-нибудь придумать, чтобы, короче, китайцы не правы. Все, у меня больше слов нет, я сдаюсь. Я, честно, в шоу расстроилась. Я расстроилась, серьезно, я не хочу больше. Китайцы там, не китайцы, не все. Упало, все, рухнуло, как будто мир рухнул, серьезно, ну неправильно, это не знаю. Буду заканчивать все уже, много наговорила. Всех люблю, спасибо, что посмотрели. Буду прощаться. Давайте, пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...